Всем привет, меня зовут Катя, и вы на моем канале, и для многих не секрет, что я безумно люблю смотреть сериалы. Посмотреть вечером одну из серий моего любимого сериала, это для меня способ немного расслабиться, выкинуть все мысли лишние из головы и хорошенечко уснуть после. И у меня есть уже видео на моем канале, в котором я рассказываю про свои любимые сериалы, но так как их вышло даже за этот год такое множество, я решила снова записать видео и поделиться с вами, своими рекомендациями, и вам будет чем заняться на этих предстоящих новогодних праздниках. Итак, первый сериал, который меня дико зацепил, он называется «Почему женщины убивают?». Мясной рулет волшебный. О чем задумалась? Интересно, когда ты умрешь? Этот сериал появился в конце лета 2019 года от создателей сериала «Отчаянные домохозяйки». Этот сериал повествует об истории трех женщин из трех разных эпох, об одном и том же доме и об одной и той же проблеме, об измене их мужей. Часть сериала происходит в 60-е годы с очень примерной домохозяйкой, и, наверное, она является моей главной любимой героиней в этом сериале. Часть сериала происходит в 80-е, со светской львицей, и часть сериала происходит в настоящее время с современной адвокатшей, если так правильно ее назвать, или даже адвокаткой. В общем, используем здесь все современные феминитивы. Этот сериал, он постоянно балансирует между юмором, черным юмором, и драмой о семейных взаимоотношениях. Этот сериал постепенно набирает динамику, драму, и где-то к середине сезона вы поймете, что вы не можете оторваться от каждой серии этого сериала. Вы будете с трепетом ждать все изменения в сюжетной линии и все перипетии между героями. Из плюсов этого сериала то, что сериал содержит один сезон, 10 серий, и это полностью завершенная история, в которой раскрыли сюжет от А до Я. Персонажи за эти 10 серий очень хорошо раскрываются, и сюжет не размазан, знаете, как кашу по тарелке, когда ты досмотрел последнюю серию первого сезона, и думаешь, что же будет дальше, ждать ли продолжения, и ждать продолжения придется еще целый год. В общем, моя оценка это 8 из 10. Если вы не видели этот сериал, я действительно рекомендую его вам к просмотру. Следующая моя рекомендация вам это сериал «Ирландец». Ну как сказать сериал? Наверное, это все-таки не совсем сериал, это трех с половиной часовой фильм от режиссера Мартина Скорсезе. Почему я назвала этот фильм сериалом? Дело в том, что он вышел на платформе, которая занимается производством сериалов, это Netflix. Эти ребята спродюсировали на своей платформе этот великолепнейший фильм, который, кстати, не выходил в кинотеатрах. Но при этом, при всем, этот фильм не уступает по размаху никаким другим голливудским суперфильмам. Итак, плюсы этого сериала, которые должны заставить вас обязательно его посмотреть. Так как он от режиссера, великолепного режиссера Мартина Скорсезе, который в свое время снял «Казино», «Волк с Уолл-стрит», что еще, «Славные парни» и еще миллион просто самых крутых фильмов. Еще я хочу отметить, что за последние 10 лет этот фильм-сериал это великолепнейшая работа актеров Роберта Де Ниро, Джо Пеши и Аль Пачино. Второе, что я отмечу в этом сериале, это его сюжет. В фильме-сериале «Ирландец» рассказывается о том, как мафия могла быть, либо все-таки была связана с политической элитой Америки. Нам показывают историю, в которой один человек, волей случая, оказался внутри, в самом сердце настоящей американской мафии. И нам показывают его глазами эту историю протяженностью практически 50 лет. И, кстати, кому интересно, эта история основана на реальных событиях. Есть книга «Как я красил дома» она называется, и в ней как раз-таки рассказывается все повествование глазами киллера изнутри этой большой американской, ну, не знаю, мафии, группировки. Эта книга является некоторой исповедью киллера в конце своих лет. Посмотрите, это очень интересно. Еще хочу отметить такой интересный факт. Так как фильм снимался про такой достаточно большой промежуток времени, то актеры были как представлены молодыми, так и в текущем состоянии, и уже очень состарены. И для того, чтобы показать молодого Де Ниро, молодого Аль Пачино, не использовались в этом фильме-сериале дублеры. Использовалась компьютерная графика и ретушь. И всех актеров реально омолаживали и дорисовывали уже в этом фильме их образы. Короче, ребята здесь поработали на славу, сделали очень такую детальную, кропотливую проработку образов. Вот, и такая графика практически как фильтр в инстаграм. Будет одно но, это то, что реально фильм длится 3,5 часа, и периодически он не такой динамичный, и кажется, что он уже немножечко затянулся. Но, если вы рассмотрите этот фильм как такой большой сериал, который вы можете разбить по частям и посмотреть в несколько заходов, как это делала я, то фильм не покажется вам каким-то унылым или затянутым. Концовка или финальная часть этого фильма, она очень сильно держит напряжение зрителя, поэтому обязательно досмотрите все целиком до конца. Вообще, конечно, этот фильм можно было бы разбить на 3-4 серии и запустить их на Нетфликсе, но, скорее всего, режиссер Скорсезе как минимум хочет получить Оскар за этот фильм. Поэтому этот фильм представлен как именно полный метр, а не 3-4 разбитые серии. Следующий сериал, про который я вам сейчас расскажу, это для любителей английского юмора, и называется он «Дрянь». Первый сезон этого сериала, он вышел в 2016 году, и все остальные сезоны вышли спустя 3 года после выхода первого. В этом сериале рассказывается история про нескромную, достаточно циничную девушку из Лондона. И у этой девушки хватает неприятностей в обычной жизни. У нее старшая анорексичная сестра... Когда у тебя вся из себя деловая, идеальная, анорексичная суперсестра, сложнее, чем признаться ей, что ты намели, только попросить у нее в долг. Просто попрошу. Просто. Тебе деньги нужны? Нет! Бесхарактерный и испытывающий сложности в общении отец, периодически возвращающийся и уходящий парень, очень назойливая в своей любезности мачеха, и определенное количество сексуальных партнеров. Всю свою жизнь я использую секс, чтобы заглушить кричащую пустоту собственной души, а я молодец, вы близки с родными. Вроде бы все звучит очень пессимистично, но чувство юмора и безбашенность главной героини переворачивает все с ног на голову. В этом фильме очень мощно стираются границы между юмором и драмой, и если вам не хватает в жизни мощного оптимистичного настроя, то посмотрите этот сериал. Я думаю, что что-то у вас явно изменится. Сюрприз! Это я! Я! Ты чего делаешь? Я думал, меня изнасилуют! Вы реально, посмотрев этот сериал, можете получить урок по преодолению каких-либо жизненных сложностей и сложностей во взаимоотношениях. Каждая серия этого сериала примерно 20 минут, юмора и боли, так что вы явно не заскучаете. И еще что мне нравится, что в этом сериале главная героиня ломает четвертую стеночку и периодически обращается к вам, ко мне, к зрителю. И это очень интересный прием, который, кстати, был использован в, например, моем любимом сериале «Карточный домик» главным героем Андервудом. Я знаю, чего вы хотите. Да, нас пытались разлучить, но наша связь слишком сильна, слишком крепка. Ведь мы с вами делились всем. Я делился самыми подаенными секретами. Я показал вам, на что способны люди. Я шокировал вас правдой. И, что самое главное, заставил вас задуматься. И вы мне доверяли. Хоть и знали, что нельзя. В целом, если вы не ханжа и любите английский юмор, я советую посмотреть вам пару серий и принять решение, будете ли вы смотреть этот сериал дальше. Но мне он действительно очень понравился. Тем более, я фанат Англии и мне нравится, да, английское чувство юмора. А поняла! Слава богу, а то я испугался. Флибэк Еще немного расскажу про сериалы 2019 года. Наверняка все уже посмотрели нашумевшую последнюю серию «Игры престолов» и «Чернобыль», поэтому на этих сериалах я уже не буду останавливаться. Наверняка многие из вас их посмотрели и сформировали свою позицию по поводу этих сериалов. Еще из любопытного в этом году вышел сериал «Пацаны». Бежать, 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 бежать! Робин! Приношу соболезнования семье Робина. Она выскочила на дорогу. Чего? И я... Она шагнула с гребаного тротуара. Ну все, успокойся. Хьюи, ты только не злись. Он такой антисупергеройский. И появился он, наверное, на волне популярности всех этих фильмов Marvel, Мстителей и прочих. Сериал рассказывает про мир, где существуют супергерои, но они отнюдь далеко не самые приятные люди. За маской пафоса, всеобщего обожания прячутся вполне не очень приятные вещи. Мрачный мир с наркотиками, с допингами, продажностью, убийствами, рекламой и бесконечной гонкой за рейтингами, псевдо-супергеройскими поступками на обозрение зрителей. В этом сериале рассказывается про мир, где на супергероях зарабатывают огромные деньги, у них есть свои пиарщики, рекламщики, даже свои адвокаты. И я могу сказать, что при всей своей чернушности интересная задумка у сериала. И если вы любите супергеройские все эти темы, обязательно посмотрите этот сериал. Тоже, я думаю, вам он понравится. Да, пора отхуячить всех ублюдков. Я собрал пацанов. Вливайся. И что делать? Навалять, сука. За Робина. Я в деле. Теперь будет минутка из ожидаемого. Конечно же, мы из ожидаемого ждем 20 декабря выход сериала «Ведьмак». И если Netflix сделает все хорошо, то у нас появится конкурент у сериала «Игры престолов». Я слышала сказания о таких, как ты, «Ведьмак». Ты мутант, созданный магией. Бродишь по континенту. Мы ведьмаков не жалуем. Охотишься на чудо. За награду. Я думала, у тебя клыки, рога или что-то в этом роде. Я их давно отбросил. И, наверное, игра «Ведьмак» это одна из самых крутых фэнтези-игр за последнее время. Поэтому мы надеемся, что Netflix нас не подведет и представит нам что-то очень мощное и интересное. Отмахнешься от нее и навлечешь большие беды на всех нас. Вот и узнаем. На этом мой обзор заканчивается. Ребята, я сейчас монтирую видео вот это про сериалы и поняла, что я начала смотреть сериал, про который я просто не могу молчать. Удивительная миссис Мейзелл. Кто толкает речь на собственной свадьбе? Я. Просто посмотрите. Несколько серий, и вы влюбитесь, и затянет это вас, как и меня. От создателя девочек Гилмора. Джоэл тебя бросил? Почему? Что ты натворила? Ты привык считать, что у тебя что-то есть, но вдруг понимаешь, что давно уже нет? Да. Семьи. Когда жизнь летит под откос. Я была отличной женой. Веселой. Возьми себя в руки. И он ушел от меня к Пенни Пен. Ее так зовут. Пенни Пен. Нет, вы посмотрите на меня. Да кто ж откажется от такой красоты? И выскажись. Думаете, Боба Ньюхатта дома такие прелести ждут? Дона Рикклса может быть. Эй. Эй. Если у вас есть для меня рекомендации, что мне тоже посмотреть на новогодних предстоящих каникулах, то пишите об этом в комментариях, советуйте, делитесь своими мнениями. Может, какие-то сериалы из этих вы уже смотрели, какие-то любимые, какие-то зашли, какие-то не зашли. Пишите и делитесь своим мнением. Мне будет очень приятно и интересно почитать. На сегодня все, ребята. Спасибо еще раз за просмотр. Я вас очень люблю. Целую. И пока-пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok